Всем привет, народ! С вами Анирелли. Давайте сегодня обсудим, как пройти пятый мир виртуальной вселенной. Самым, наверное, доступным для всех способом, потому что он требует наименьшего количества затрат от прокачки одежды и прочего ваших персонажей. Но при этом он, возможно, требует немножко рандома для того, чтобы сделать его идеально. В первую очередь, прежде чем мы обратимся к самому прохождению, давайте обсудим деревоспособностей. Это такая специальная штука, которая прокачивается очками, которые мы можем фармить, проходя миры в виртуалочке. Причем фармить мы можем низкоуровневые миры буквально бесконечно. Поэтому первый мой совет. Если у вас что-то не получается в виртуальной вселенной, и у вас нет возможности, например, достать себе более крутых персонажей, апнуть более крутой шмот и так далее, просто походите в виртуалку, там, не знаю, самого низкого уровня, пофармите ее на авто и нафармите себе достаточное количество вот этих чипов, чтобы прокачать ее дальше-дальше. Там каждый следующий уровень очень сильно увеличивает атаку, хп, защиту, все остальные скиллы и дает кучу классных плюшек. Я его не фармила, у меня все прошлось и без этого, но такая опция есть, и как бы грех ей не пользоваться. Давайте обсудим три самых важных ноды, которые здесь могут быть. Первое. Формирование резонанса дает дополнительный бонус, когда вы наберете некоторое определенное количество усилений одного и того же выбранного вами резонанса. Именно для этого вам нужен следующий, вот эта нода, она просто суперобязательна, если вы проходите пятый уровень, я крайне надеюсь, что она у вас уже открыта. Вы можете один раз реролить благословление, потратив фрагменты. Это всегда стоит того, потому что для того, чтобы открывать наши самые резонансы, нам нужны именно одинаковые, одинаковые нашего именно иона бонусы. Поэтому я не стесняюсь реролить его каждый раз и вам того же самого советую. Следующий бонус, он чуть дальше, и я проходила пятый мир без него, но с ним его проходить в разы проще. Это формирование резонанса номер два. То есть первый раз вы получаете формирование резонанса на шести одинаковых благословениях, на десяти вы получаете еще и второе. И это прямо суперимба, особенно для изобилия, в котором мы собираемся это все проходить. Поэтому, опять же, если у вас что-то вдруг не получается, возможно, стоит немножко подфармить и открыть вот эту вещь. Она топовая. Ровно благодаря ей я прошла шестой мир, пятый я проходила без нее. Ну и две важные вещи, на которые мы будем обращать внимание, когда будем, в принципе, реролить и собирать бонусы. Выберем мы благословение изобилия, это обязательно, но при этом в обоих случаях мы будем охотиться при благословении изобилия, благословение разрушения. Когда персонаж атакован, получаемый урон делится между всеми союзниками. Такая штука позволяет нам, по факту, получать урон во всех поровну и отхиливаться с помощью благословения изобилия. Я бы не сказала, что это, конечно, совсем бессмертие, но с помощью хорошего танка, или даже иногда без хорошего танка, это максимально облегчает прохождение. Поэтому, если вы наролите эту штуку, то это практически гарантированная победа. Проблема в том, что ролить ее надо, имея благословение изобилия, как главный бонусный, поэтому они не факт, что выпадут. Но, первый приоритет, набрать как можно большее количество благословения изобилия, и в них, кстати, забрать очень важный один бонус. Он низкоуровневый, то есть, скорее всего, он нам выпадет практически гарантированно. Вот он, дождь правды. Максимальное хп увеличивается за каждое благословение изобилия до шести раз стакается. Вот эту штуку мы набираем, после чего у наших персонажей становится хп намного больше. Хилка у нас практически постоянная есть, все остальные бонусы мы тоже набираем, и так вот проходим. Из диковин в первую очередь советую обратить внимание на мантию. Причем, как только вы получили мантию, вы больше свои фрагменты ни на что, кроме реролов, вообще не тратите. Потому что, сами понимаете, за каждые сто каждый раз урон повышается у союзников. В какой-то момент я на каком-то прохождении нафармила практически тысячу с помощью ивентов, или больше тысячи таких фрагментов. Вот такая мантия прям супер облегчает прохождение. А теперь, когда я вам это все рассказала, время загружать наших бойцов. Выбор у меня не так много, например, я знаю, что здесь много хорошо проходить с Кларой, Клары у меня нет. Ах да, еще очень-очень важное замечание. Я говорила об этом в предыдущих видео, но нам надо поговорить о Наташе. Наташа это тот самый хилер, которым проходится мир номер пять. Причем Байлу в этом случае к моему полному отчаянию не подходит. Подходит именно Наташа. И нам для Наташи нужно, чтобы в ее следах была открыта вот эта вот нода, которая говорит, что когда она использует свой навык, она снимает один дебаф с выбранного союзника. Вот эта способность супер-мега критически важна нам при прохождении пятого мира. Без нее путь заказа. Поэтому мы берем главного героя, чтобы мы пробивали слабость босса к физе. Мы берем Наташу. А дальше, в принципе, путь свободен. Выбираем тех персонажей, которые подходят под слабости соперников и которые у нас, в принципе, прокачены. Я, например, попробую пройти вот так. Выбираем изобилие. И поехали. Как только мы любыми способами набрали шесть бонусов изобилия, перед нами появляется вот такой вот прекрасный выбор, из которого мы выбираем Аничча. Или Аничча, не знаю. Суть в том, что она снимает дебафы со всех персонажей и накладывает на них статус покорения зла. Именно оно нам и нужно. Противостоять ослаблению один раз вообще удобно. Вот эта штука. Я проходила именно с ней. Второй вариант. Если у вас реально Наташа и, наверное, Март оба персонажа в игре, можно попробовать Анатту. У вас будет вот этот вот самый резонанс. Он просто появится в порядке действий и будет включаться каждые несколько ходов и всех хилить. Но так как в бою конкретно с боссом Пятого мира нам нужно снимать дебафы. И это самое важное. Если вы снимаете дебафы, то вы выигрываете этот бой. Поэтому я брала вот этот вот бонус. Если у вас есть на дереве прокаченные возможности взять второй бонус, то это безусловно стоит сделать. Именно поэтому, когда мы набираем бомфы, буквально набираем просто все подряд, какие дают из изобилия. Вообще даже по факту не важно, что на них написано. Главное, что они из изобилия. И все. Признаюсь честно, вот прямо сейчас мне даже реролить не понадобилось. Мне очень сильно повезло. Вот этот самый баф, который, по сути, побеждает. Мне выпало на рандоме. После одного из первых элитников. И еще бонусное богословение изобилия. Вообще шикарно. Прекрасно. Очень важная опция, которая есть в игре и про которую я наглухо забыла, пока проходила и пятый, и шестой мир. Но вам расскажу, чтобы вы не забыли. В игре есть такая штука, как загрузчик. То есть вы, в принципе, можете заходить в эти уровни виртуалки с любым составом, которым вам максимально комфортно играть. И перед самым финальным боссом просто поменять его на тех, кто лучше пробивает босса или тех, кто вам нужен для сетапа. А проходить совершенно другим составом. Я этого, Ник, сразу скажу честно, ни разу не делала. Но вам советую. Потому что, ну, это логично. Разумно. Ну, вот и все. Мы стоим перед боссом. Здесь стоит Герта и ждет, что я с ней поменяюсь фрагментами. Но я этого делать не буду, потому что у меня есть диковина, о которой я говорила. Мантия. То есть чем больше у меня этих фрагментов, тем больше я наношу урона. Насчет резонансов. У меня наролилось какое-то совершенно бешеное количество из-за того, что мне выпадала рандомная замена. Но суть в том, что я набрала по максимуму изобилие. Вот у меня два формирования резонанса. Я их включила оба, чисто чтобы показать, насколько поломанным становится этот бой. Если у вас есть возможность взять два резонанса. Два формирования. И мне выпало... Когда персонаж атакован, получаемый урон делится между всеми. Это дважды вообще поломанная фигня, с учетом того, что у меня два резонанса изобилия. Сейчас мы проигнорируем абсолютно Герту. Пойдем сразу к боссу. Я покажу, насколько... Как оно все работает. Можете обратить внимание, у меня даже не полное ХП у персонажей. Наверное, в принципе, не важно. Первым же ходом я активирую резонанс. Обратите внимание, опять же, что за все бонусы, набранные от резонанса изобилия, у меня повышается защита, скорость, атака, все вообще, все статы. Даже при том, что я использовала не своего хиллера, а я использовала именно резонанс. Ну что, дальше начинается избиение нашей замечательной кавки. Механика. Очень важная для этого боя, в принципе. Кавка накладывает майнд-контроль. Контроль разума. На наших персонажей. Это является дебафом. Поэтому мы берем скилл Наташи, который мы заблаговременно прокачали. Кастуем на своего персонажа, который находится под майнд-контролем, и вуаля. Он выздоравливает и больше не сходит к уму. А мы продолжаем избивать кавку. И еще у нас автоматический хилл. Кос? Мне кажется, класс. Причем этот периодический хилл настолько имбовый, что именно по этой причине я в шестой мир, когда я его проходила, я вообще не взяла хила. То есть я прикинула и решила, что а зачем мне вообще хилл? Мне этот резонанс хилит чаще, лучше. И лучше я возьму кто-нибудь УПС или дебафера, чтобы он быстрее был. Урон делится между всеми, хилит меня каждый раунд. При этом меня закидывает просто бафами за каждый раз, когда меня хилит. Если вдруг что, у меня есть тревожная кнопка. Вот эта вот Эрка. Если я вдруг решу, что у меня случайно ХП опустились на низко, я прижимаю тревожную кнопку, у меня снова откликнет. Если вдруг что-то развить, то я приду на льду, я заберу этого покинуть. Я иду на льду. Я подождюсь, что я не боюсь. Причем у меня не будет. Заставлено неoon. Она не проплачу. Я не паузу. Я убил тебя не могу. Опять снимаем дебаф Радуемся жизни Фаза номер 2 Так, страдали два персонажа Что здесь надо сделать? Мы видим на ком висит дебаф И его можно либо снять Как он есть Либо через Наташу Либо дождаться пока он включится И тогда персонажи попадут в банный контроль Либо запустить резонанс Я сейчас хочу посмотреть Чистит ли дебаф автоматический резонанс Потому что если да, то это совсем чит Да, он их чистит и это совсем чит Босс полностью тривиализируется И вся ее механика на моем контроле Идет нафиг Мне вообще ничего делать не надо Тот самый момент, в котором в принципе Можно на авто поставить Но лично мне приятно Избить кавку лично Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня у хиллера, по-моему, ульта С самого начала игры Я даже не заморачиваюсь Потому что, а зачем? Так, все хорошо Не слышала... Буквально ни о каком гипнозе... Не слышала... Так вот приходишь на бой, а потом такой... А что босс вообще делает-то, ребята? Следующая фаза... Она продолжает наносить урон Она продолжает наносить урон Он неприятный, я не спорю Но... Все еще успевать Раз, дебафа больше нет, при этом у меня бонус скорости, защиты, атаки, все Продолжение следует... 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 У меня даже ни разу не было необходимости. У меня даже не было ничего страшного. Потому что у меня не было бы этого периодически ухила, потому что у меня не было более далекой прокачки. Сейчас я прям скажу, что я максимально советую всем вообще не заворачиваться и просто зафармить так, чтобы взять эту прокачку. Того стоит. Это экономит кучу времени, нервов. Правда, босс не такой интересный становится, конечно. Босс вообще крепкой для бития становится. Зато награды гарантированные. Пожалуйста, мир пройден. Надеюсь, что гайд вам помог. Лайк, подписка и прочая фигня, если все так. Жду вас в комментариях, какими составами вы проходили этого босса. Возможно, вы проходили его через другую. И он не изобилие. Мне это все дико интересно. Вообще, меня очень радует. В комментариях мне уже писали, что проходили совершенно разными составами. И это классно, когда есть возможность не использовать строго один вариант. Люблю разнообразие в играх. Все. Желаю всем удачи в прохождении пятого мира. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok